МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александра Гамоля. Глядите у гэтым выпуском. Комсомолу 100 эстафета поколения. Укруглый стол до юбилею самой массовой молодежной организации Советского Союза провели у Гомели. Будучи офицеры – соправдная машина. Курсант Белдута допомог потерпелой у ДТЗ гомельчанцы. Белые львы на манеже – головными героями новой цирковой программы стали незвычайные драпежники. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Аграры завершают сельгаз работы на полях. В области засталось убрать усяго 2% бульбы в Будокошалевском и Гомельском районах. Усяго в регионе накопано свыше 100 тысяч тонн. Середняя урожайность – 198 центнеров с гектара. Самый высокий по каши – Куельском районе – 272 центнера с гектара. На другим местам – Будокошалевский, на третьем – Ветковский. Цибуля на палетках региона убрано полностью. Цукровые бураки застались на 10% площадью. Морква – на 20%. Так само аграры завершают уборку кукурузы. Сегодня на посяжении Гомельских гар в Иконкам обмерковали выконание держпрограммы «Здоровье народа» и демографичная биоспека. Выники подводили за 9 месяцев года. Акцент сделан на необходимости усместить профилактическую работу. В сравнении с аналогичным минулогодним периодом означается натуральное смягчение насельства. Знизилась народжальность и повеличилась смиротность. Утемлик у людей в процессе дольном взросе. У тройку основных причин у вайшли хворобы системы кровозвороту, новоутворения, травмы и другие внешние факторы. По этой причине у поликлиника Гомеля укороняются узконакированные скриннинговые программы, а на предприемствах уводятся позаплановые медицинские огляды и доследования. Поскольку мы видим, что от болезни системы кровообращения, и в частности от ее осложнений, это ишемическая болезнь сердца, и инфаркт миокарда, который мы все знаем, и инсульт, это вот те осложнения, страшные осложнения, артериальная гипертензия не лечены. Поэтому в работе с трудовыми коллективами мы сегодня ставим акцент именно на работу, раннее выявление артериальной гипертензии. И определенные успехи отслеживаем. Активную позицию занимает и городской исполнительный комитет. В рамках межведомственного демографического совета мы приглашаем, в том числе и руководителей предприятий, для того, чтобы акцент сделать на то, что здоровый работник – это эффективный работник. Олик установивших демографичных тенденций и снижение детяшей смиротности. Отзначены добрый узровень взаимодействия системы эдукации, оховы здоровья субъектами профилактики. Комсомолу 100 – эстафета поколения. Укруглый стол с нагоды юбилея самой массовой молодежной организации Советского Союза прошел в Гомеле. В областном лицее собрались работники системы эдукации, ветраны комсомольского руха, активисты БРСМ. Мероприемство наведала и наша здымочная бригада. Перед выходом в конференц-зал выстава «Юнаство комсомольское маё». Тут коляста экспонатов, которые рассказывают об комсомольском житте. Это решено лежать двум десяткам жахаров нашей области, былым активистам великого комсомольского руха. У их лику гамельчанка Ніна Макарецкая. И она так само допомагала створать выставу. А требует комсомолу она бережливо заховывает, а гэты піреет своего життя узгадывая с тепленью и энтузиазмом. До речи, ёй подчастила прийма цю делу 18-м з'їздзе в ЛКСМ, где не просто присутнішала, а навед выступала с промовой. Никогда не забуду ту атмосферу, которая царила на с'їздзе, тот задор комсомольский и те годы, проведённые в комсомоле. Поэтому для меня комсомол – это моя юность и всё, что связано с ним. По гэтых экспонатах можно просачить всю историю великого молодёжного руху. Комсомольские билеты, значки, листы, фотосдымки. Для тых, кто пришёл на сёняшнюю встречу, гэта не просто символы комсомолу, гэта адлюстраванне молодості. Сяроды экспонатов и вельмі адметные. К самым уникальным экспонатам можно отнести удостоверение начальника лагеря. Кепарисный – это один из лагерей в Артыке. Удостоверение заместителя начальника облано. И все эти экспонаты принадлежат Дмитрию Анатолию Владимировичу, который был, собственно говоря, заместителем областного отдела народного образования. На сустречу ветераны комсомольского руху поделилися своими вспоминами об часах у комсомоле. А так само я ещё раз узгадали гісторую створения гэтой магутной организации, удельники якой пройшли празд жахи войны и период одражения великой краины. Погутрили об успехах и стратах, а в часе калюся молодць Белого Советского Союза и шла у будущую разом. Молодёжь 70-х, 80-х лет творили историю. Они поднимали свою страну, развивали страну в самых разных направлениях и делали это с большим удовольствием и с открытым сердцем и душой. Это была искренняя и великая волна патриотизма молодёжного движения, самой массовой, самой популярной и самой активной молодёжной организации ВЛКСМ. Марина Джала и Евгения Кухаронак, Евгения Макеенко, телерадо и компания «Огомель». Не разгубился и пришёл на допомогу курсант белорусского державного университета транспорта Александр Доманников сегодня принимал подзяки за правильные и расшучшие действия в надзвычайной ситуации. Под обязанности ведает наш корреспондент Ганна Коральчук. 24-го Кастричника на проспекте Ленина в Гомеле отбылось ДТЗ. Машина на пешеходном переходе сбила пожилую гамельчанку. Молодший сержант Александр Доманников, не губляючи ни секунды, кинулся на допомогу потерпелой. Женщина упала. Естественно, я подбежал. Для начала мне нужно было успокоить женщину, потому что она кричала. Потом она жаловалась на головные боли. Я проверил, чтобы не было кратечения и положил под голову шапку. Потом, чтобы создать комфортные условия, я накрыл ее, чтобы на улице было холодно. Я накрыл ее своим бушлатом. И тем самым создал эти условия, чтобы тело не было подвижным. Потому что первое подождение было перелом ноги. Усё гэта отбылось за некольки хвилін. Пасля женщину шпитализовали. Виноватый у ДТЗ находился побач, однако мужчина разгубился и не ведал, что робить. В тот момент, как курсант худко отреаговал на ситуацию и смог применить в жизни веды по военно-медицинской подрыхтовке. Выказать поддяку будучему офицеру Узбройных сил, в университет приехало керавництво областного управления ДАИ. Особную поддяку за годное выхование сына отримала мать курсанта Наталья Доманникова. Женщина говорит, что за четыре года учения в Белдуке ее парень стал справедливым мужчином. На самой справке Александр проявил не только высокую отказность, но и степлость. Молодой человек никому не рассказал про свой учинок. Даже его мать доведалася про этот случай от сотрудников университета. Как потом отзначили медики и инспекторы ДАИ, которые прибыли на место сдарения, Курсант дейничал профессийно. Худко выкликал экстренные службы, оказал первую допомогу потерпелой и назирал за ее станом до приезда специалистов. Он обыкновенный командир отделения, обыкновенное подразделение курсанта. Обыкновенный гражданин Республики Беларусь, такие, которые ходят все на улицу. Но придя к нам в учебное заведение, специальные методики воспитания личного состава позволили воспитать в нем достойного человека. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, отеля Радио Компания Гомель. 15 старшоклассников с Гомеля и Мазера на один день перетворилися у студентов. Сегодня они побывали на факультете замежных мов ГДУ имя Франциска Скарыны и поравнали школьное житие со студентским. Дякуючи чему такая экскурсия стала махчимой, идти сподобалась она юнакам. Доведалась Марина Джалая. Ерман Барыш до сегодняшнего дня ни разу не бывал в университете. Тут ему интересно все, как проходят лекции и практичные занятки, яке махчимость и перспективы открываются перед студентами и выпускниками. Недавно Ерман удельничал у конкурсе эссе, який для школьников проводил факультет замежных мов. У вынику стал одним из переможцев. Это дозволило ему и еще 14 юнакам и девчатам на день опынуться в аудиториях университета и подумать об тем, какую профессию обрать после закончения школы. Почему я выбрал иностранные языки? Иностранные языки пригодятся везде, это как в сфере бизнеса, как и в науке, так и в других сферах жизни. Даже, например, в том же самом общении с любым иностранцем. Когда ты знаешь иностранный язык, ты чувствуешь себя немножко по-другому. Мне это очень нравится, хотел бы связать свою жизнь с иностранными языками. Проект ВНУ в отшима абитуриентов проходит в другой раз. У такой незвычайной форме, стверждают в университете, больше эффективно проводят профориентационную работу. Школьники открывают абсолютно новое незнаемое для их життя – студентское. Ходят на лекции, гутрать с выкладчиками. Экскурсии проводят так само на зимовых и весенних каникулах. Предоставляем возможность школьникам не только встретиться с нашими студентами и пообщаться, но принять непосредственное участие в учебном процессе. Они будут посещать занятия по английскому языку, по немецкому языку. Они будут принимать непосредственное участие в учебном процессе. Также они получат возможность познакомиться с факультетом поближе, с преподавателями, с заведующими кафедрами, узнать всю специфику. Я считаю, что лучше один раз увидеть и принять участие, нежели сто раз услышать из уст коллег, друзей, знакомых. Зараз на факультете замежных мов, якому сё лета сполнилась 20 годов, научаются больше 700 студентов. Они имеют возможности выучить не только английскую, немецкую, французскую мовы, но и испанскую, итальянскую и китайскую. Принаджала Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». О дни восемьских каникулах Гомельский областный драматичный театр подрихтовал для школьников творчий подарунок. 31-го Кастрышника, так само 1-го и 3-го листопада, детячую и юнацкую аудиторию запрашают на спектакль «Ля тут же корабель». Показы пройдут в рамках акции на каникулы в театр. Юный глядачоу чекает грандиозное шоу с пригожими декорациями, костюмами, музычными и хореографичными номерами, светловыми спецэффектами. Под час прогляду казки маленькие театралы сострянутся с простодушным Иваном и хитрым полканом, капризной царевной забавой и наивным батюшком царом, а так само веселым хором бабок-ежек. Спектакль «Ля тут же корабель» створенный по мотивах ведомого мультипликационного фильма. В его музычном наполнении выкористаны как советские, так и сучасные шлягеры. Постановка подается как вершованное оповедание и уздымая спродвечно актуальные темы добра и зла, человеческих почутцев и относинов до людей. Мы всегда в дни школьных каникул стараемся порадовать нашу юную аудиторию школьников, и поэтому 31 октября, 1-3 ноября показываем «Летучий корабль». Этот спектакль стал любимым не только у школьников, но и у взрослого населения, потому что там звучат хиты музыкальные, как из мультфильмов, которые все помнят и любят «Летучий корабль», так и современные хиты. Поэтому всех ждем в театр, на каникулы в театр. В Гомельском державном цирке отбылась премьера новой программы «Империя Львов». До Другого Снежня у Клюшных глядачей мают умогшимостью башить яскравое представление с элементами театрализованного спектакля. Рызыношка программы – аттракцион с восьми дрессированными африканскими львами, полов из яких, до речи, мают незвычайный белый колер. Под обязанности циркового шоу у Вероники Ворошилиной. Манеж Гомельского цирка мельгая яркими фарбами. У новой программе «Империя Львов» захопляльные видочные номеры «Эквилибристов», «Поветрных гимнастов» и «Жанглеров». Всю программу на Манеже харизматичный клоунский дуэт «Алекс и Лулу». Семейный творчий тандем умело взаимодейничает с маленькими, так и дорослыми глядачами. Спочатку комишные репризы выкликали у мужа и женки немало спрэшек. Зараз они створаются выключно суместными идеями. Когда ты уже нашел взаимоотношения друг с другом, это уже проще. И сейчас мы творим и делаем что-то новое уже вместе и умеем договариваться время от времени. У вазе публики так само потешные номеры с самыми розными живелами. Уникальные умения демонструют собаки, кошки, мини-свинки и наватламы. А ясчином они же починаются с оправданной солодкой вечеринкой. О калитах для шоу выходят семь энергичных и кемлевых пони с вельми смачными мянушками. Бублик, рулетик, рогалик, праник, торт, мармелад и пончик. Рыжиночка программы – аттракцион с дрессированными львами. Под руководством заслуженной артистки Российской Федерации Надеи Сквирской одразу восемь африканских драпежников демонстрируют свою грациозность, силу и спрыт. Уникальность номера в том, что половы львов имеют незвычайный белый колор и вызначаются особливо непродказальным норовом. Дарыши, гэтые цары-звяроу у Гомель приезжали с семь гадутаму. Але тады яны были маленькими и у делу представления не примали. Зараз у творшем арсенале экзотичных артистов самые складанные цирковые элементы. Усе артисты новой программы «Импера Львов» – соправдные майстры своего жанру, сдольные веселить, сделлять и ураживать публику. Это одна великая, дружная и суртованная цирковая семья. А неверогодное попрыгажостю шоу у их выканания переносит глядашоу на 100 годов тому в атмосферу аристократичного Парижа. Мы решили вернуться в прошлое, потому что посмотрели, полистали старые афиши, старые журналы. И думаем, все-таки было как красиво. Женщины были такие женственные, мужчины были такие мужественные. И с помощью руководства нашей компании нам сшили костюмы, написали для нас специальную музыку, режиссеры работали. В общем, у нас такое постановочное представление. Я надеюсь, понравилось. Убачить яскравое цирковое представление с элементами театрализованного спектакля на маниже Гомельского державного цирка уси жадающие могут до другого «Снежня Уключна». Вероника Ворошилина, Євген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Вы смотрите «Дефакто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. По беге сопротивления при задержании в Гомеле будут судить 24-летнего местного жителя, который в троллейбусе ранил ножом троих милиционеров. Напомню, это произошло в мае этого года. Молодого человека, сбежавшего из исправительного учреждения, к этому моменту искали почти месяц. Обнаружившие его оперативники решили провести захват беглеца на выходе из троллейбуса на остановке «Универма Гомель». Однако преступнику удалось скрыться, серьезно ранив милиционеров. Задержали сбежавшего спустя несколько часов сотрудники ОМОНа. В отношении обвиняемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в Гомельский областной суд. Предъявлено обвинение по статьям 415, части 2, статьи 139. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 25 лет, либо пожизненное заключение, либо смертную казнь. Статья за невнимательность. В Мозре в отношении водителя автобуса, не заметившего пешехода, возбуждено уголовное дело. ДТП произошло в районе торгового центра «Малининский». Мужчина торопился пересечь дорогу, однако оказался под колесами МАЗа. У пострадавшего перелом черепа. С места ДТП его доставили в реанимацию. По словам водителя, пешеход появился внезапно, поэтому вовремя среагировать он не успел. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. В Гомеле по улице Маневича горел киоск. Инцидент произошел накануне на одной из автобусных остановок. В результате пожара огнем повреждена пластиковая обшивка, а также имущество внутри металлического киоска. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4-Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Баскетбольный клуб «Гомельс-Сош» потерпел поражение в очередном туре чемпионата Беларуси. Команда Сергея Кулешова на выезде неожиданно уступила брестской дружине «Цор Виктория» 67-70. В активе «Гомельчанок» сейчас одна победа в четырех матчах и пятое место в турнирной таблице. Ближайшее воскресенье 4 ноября «Гомельс-Сош» на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта встретится со столичным горизонтом. Мозырьское славе возвращается в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу. Выход в элитный дивизион стал возможным благодаря разгромной победе над «Лидой» и поражениям в «Гомеле» одного из главных конкурентов Бобруйской белшины. В преддверии 28-го тура мозыряне занимали первое место в турнирной таблице первой лиги. Футболисты понимали, что эта игра может решить их будущее на следующий сезон. И потому старались играть аккуратно, сильно не форсируя события. Исход встречи был решен только во втором тайме. Славия забила трижды, при этом сохранив свои ворота в неприкосновенности. Дубль оформил Ануфриев. Еще один гол на счету Тиманюка. Другой претендент на выход в высшую лигу Бобруйская белшина сошлась в поединке с «Гомельским локомотивом». Уже к 23-й минуте казалось, что команда сохранит шансы на повышение в классе на будущий сезон. Экс-железнодорожник «Гом» за дважды огорчил бывших партнеров. Однако футболисты «Локомотива» с таким положением дел были не согласны. Своим дублем ответил Санец. И когда казалось, что игра так и закончится в ничью, последнее слово сказал Кравченко, установив окончательный счет в матче. 3-2 – волевая победа «Локомотива». Провалили начало игры полностью, потом перестроились, выровняли игру, забили гол. Опять же, не реализовываем пенальти уже какой подряд по счету. Второй тайм, равная игра. У Белшины были моменты, у нас были моменты. Нам больше повезло. Хороший соперник, результатом довольны. Да, пенальти не получилось забить, но ничего, отыгрались, показали характер. Главный результат команда выиграла – это самое главное в футболе. В высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись очередные поединки. Один из лидеров турнирной таблицы «Гомель-2» потерял очки. Рыси в минувший уикенд провели два матча против второй команды хоккейного клуба «Википск» на ее льду. Оба раза для выявления победителя дружинам не хватило основного времени. В первой игре хозяева одержали викторию в серии булитов. Во второй удача была уже на стороне гостей. Гомельчане победили в овертайме. Жлобинский «Металлург» вовсе не пополнил свою турнирную копилку. Столевары дважды были биты «Шахтером-2» на его льду. В турнирной таблице «Гомель-2» на первой позиции, «Металлург-2» на седьмой. В «Гомеле» завершился турнир по «Муай-тай» короли ринга. Соревнования носили статус республиканских. На ринг вышло около 200 лучших бойцов со всей страны. «Муай-тай» или более распространенное название «Тайский бокс» в последние годы очень хорошо развивается в Беларуси. Появляются спортсмены, которые себя неплохо проявляют на международной арене. В «Гомеле» собрались участники самых разных возрастов. Младшая группа 7-8 лет. Приехали и опытные бойцы, выступавшие на континентальных и мировых первенствах. На самом деле этот турнир проводится именно для того, чтобы подтянуть новичков до уровня уже более опытных ребят. Вот они у них учатся, набираются опыта, чтобы в дальнейшем выступать на республиканских рингах, отбираться в национальную сборную и двигаться уже дальше. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.